Дорогие друзья, людям читающим я представляю свою книгу «Русская идеология». Человеку, читающему и мыслящему, трудно обойтись без вопросов о судьбе своего Отечества, своего народа. В особенности это касается русского человека, который живет в крайне трудных условиях и который фактически потерял свое государство, потерял понимание своей истории, потерял понимание того, для чего существует его народ, для чего существует государство, в котором этот народ живет. Именно поэтому часто слышишь, а в чем же состоит ваша идеология, в чем образ будущего, в чем смысл жизни русского народа. Знаете ли вы это? Написано ли где-то об этом? Написано. Вот в этой книге «Русская идеология». В первой части книги простым языком описаны политологические аспекты русского мировоззрения. Без наукоподобия, без сложных терминов, все это доступно пониманию обычного образованного русского человека. Во второй части книги дается очерк нерусского в России, того, что мы видим вокруг себя и того, что мы хорошо знаем или должны знать. Третья часть книги посвящена государственно-политическому проекту, проекту будущего нашего государства, который должен заместить нынешний режим, который с полным правом мы можем называть режимом гауляйтеров, то есть изменников, предателей, оккупантов. В четвертой части книги рассмотрены сложные вопросы церковно-государственного проекта, потому что церковь никогда от государства не отделялась. Вопрос лишь в том, возможно ли образование некой симфонии церкви и государства полезной для политической нации, для нашего будущего. Соответствующий проект и соответствующие материалы, которые его подкрепляют, представлены в этой части книги. Затем следует часть, посвященная русскому национальному движению, его основным проблемам и необходимым для его успеха ориентирам. Последняя часть кратко описывает организационную концепцию русских общественно-политических организаций. В приложениях представлены программные разработки, в отсутствии которых постоянно упрекают русское движение. Такие программы есть и существуют они уже давно. Читателю представлены лишь некоторые из них. Завершающее приложение – краткий словарик русского национализма. Он нужен тем, от кого требуют определений. Часто именно к этому сводятся все дискуссии. Не всякий способен сразу сформулировать соответствующее определение, не всякий способен сделать это квалифицированно. Поэтому мы предоставляем возможность взять готовый текст и быть успешным в дискуссиях, где требуется определение. Книгу объемом в 500 страниц можно приобрести как в печатном, так и в электронном виде. В печатном виде ее можно приобрести, связавшись со мной по электронной почте. Стоимость книги достаточно высока – 500 рублей. В электронной форме она значительно дешевле. Ее можно скачать в различных форматах на ресурсе Smashwords по соответствующей ссылке smashwords.com.books.view69.51.22. Для ознакомительного чтения доступны 20% текста книги. Все средства от реализации книги пойдут на поддержку партии «Великая Россия» и коалиции русских национальных организаций «Русский национальный фронт», а также на новые издания русской политической литературы. Желаю моим читателям освоения русской идеологии и включения в общее дело освобождения русского народа от игоолигархии и гнета бюрократии. Ваш Андрей Савельев. Русские национальные фронтные 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 фронт